Чебоксары это ваш город. Вам не безразлично, чем живет столица Чувашии. Вы хотите быть в курсе всего, что происходит в городе и чем занимаются чебоксарские депутаты? Тогда не переключайтесь. Обо всем этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина, в эфире программа «Местное самоуправление». Тайное голосование – явный результат. Депутаты Чебоксарского городского собрания почти единогласно выбрали нового главу города. Созыв новой, заботы старые. Заместитель председателя городского собрания рассказал о планах на предстоящие пять лет. Не ближе, чем в 100 метрах. Точки продажи алкоголя предлагают перенести подальше от образовательных и социальных учреждений. В сентябре чебоксарцы выбрали депутатов шестого созыва Чебоксарского городского собрания. Впереди у них десятки заседаний. Ну а первым делом, собравшись вместе, народные избранники выбрали главу города и его заместителя. На должность председателя Чебоксарского городского собрания, иными словами, главы города Чебоксара, претендовали две кандидатуры. От «Единой России» Леонид Черкесов. Он руководил городом с 2010 года. От КПРФ Алексей Шурчанов. Все мои усилия будут направлены на то, что статус депутата Чебоксарского городского собрания должен быть высоким. И только совместными усилиями мы сможем достичь это улучшение. В первую очередь, наша задача улучшения качества жизни наших горожан, ну и благоустройства нашего города. Бюро республиканского отделения КПРФ, ну, зная, что выборы – это всегда альтернатива, выдвинуло также и мою кандидатуру. Но, как правильно отметил господин Кузин, что выборы – они тайные. Поэтому, ну, пожелаем всем удачи. Итак, по итогам тайного голосования главой города вновь стал Леонид Черкесов. Спасибо. Вступая в должность главного города Чебоксара, клянусь верно служить народу, приложить все усилия для развития и процветания родного города, повышения качества жизни горожан. Заместителем председателя Чебоксарского городского собрания депутатов выбрали Ирину Клементьеву. Ирина Всеволодовна согласилась рассказать нам о планах на шестой созыв. Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы становитесь депутатом уже в четвертый раз. И вот всех сторожил в собрании я спрашиваю, какие планы на нынешний созыв? И есть что-то, может быть, что не успели доделать в прошлом созыве и перенесете на этот? Сколько бы ты ни избирался, план есть на короткий, на краткосрочную перспективу, на долгосрочную перспективу. Поэтому депутаты, каждый выстраивая свой план, тем не менее мы работаем по общегородским программам. Сколько бы ты ни избирался, работа на одна и та же. Это привести в порядок и содержать в порядке свои школы, дворы, дороги. Это вырубка старых деревьев, потому что там, где я депутат, это старый микрорайон города. И, конечно, каждый созыв увеличивается территорией твоего округа. И поэтому приходится вновь-вновь обращать внимание на новые дома, на новые территории. И вот все-таки, что в первую очередь сделаете после избрания? Или, может быть, уже сделали в своем округе? Я как депутат полагаю, что в первую очередь мы должны привести освещение во дворах в нужную, так скажем, норму. Потому что, когда строились дома, это было очень давно, 30-40 лет тому назад, не были поставлены столбы освещения. Сегодня это очень актуально. Надо навести порядок, установить столбы освещения там, где их нет. И, конечно, в 2016 году надо обратить внимание на тротуары. Тротуары как внутри квартала, так и общегородские тротуары. Много людей обращалось именно с этим вопросом, потому что движение сейчас очень большое. Тротуары также должны быть по новой, в общем-то, включены в программу создания и ремонта этих тротуаров. Ну и, конечно, в зимний период включить их в план уборки. Потому что, если территория не будет закреплена, там люди наши не пройдут. Поэтому вот такие планы по развитию как внутриквартальной территории, так и в целом города, они обязательно будут рассмотрены депутатами. Я работаю в комиссии по социальному развитию и экологии. Конечно, меня волнуют вопросы работы школ, детских садов, вопросы работы спортивных учреждений. У нас появились новые спортивные объекты. И в этом плане работы для депутата очень много. Что касается именно вашего округа, вот вы сказали, что дела еще, в принципе, очень много, но три предыдущих созыва – это почти 15 лет. Не возникало такой мысли, может быть, какой-то поменять округ, какую-то еще территорию взять? Ну, наверное, нужно поменять, немножко другим взглядом посмотреть и другую территорию. Но пока я неизменно работаю на своем округе, стараюсь выполнять наказы избирателей. И так как люди мне вновь и вновь доверяют, пока я работаю на своем округе, мне люди многие знакомы. Я очень активно работаю с представителями ТОСа Новоюжной. Сейчас уже и Рябинка, и Хивешки, в общем-то, люди мне знакомы. И они вновь и вновь ставят новые задачи. Поэтому я не скучаю. Работы достаточно хватит и на пять лет. В этом году состав выбирали по-новому, состав собрания. Как вы думаете, как это отразится на работе собрания? Я думаю, это очень хорошо отразится на работе. Обновление должно быть. Тем не менее, из тех 33 депутатов пятого созыва, 20 они работают в шестом созыве. И то, что пришли новые молодые люди, это только приветствуется. Потому что у них тоже свои планы, свои задачи. Мы общались с новым составом. И я вижу только желание работать, рассматривать город не как политическую арену, а именно сделать работу для комфортного проживания горожан. Сделать все для того, чтобы выполнить наказы. Люди, пришедшие работать в городское собрание, они любой фракции отмечали, что мы хотим именно работать для города, для улучшения комфортности проживания горожан, чебоксарцев. Поэтому, несмотря на политическую принадлежность, цель одна. Чтобы город был так же красив, чтобы у нас было тепло, у нас была вода, не было каких-либо катаклизмов. Помимо того, что вы депутат собрания, вас выбрали заместителем председателя городского собрания. Что это за должность, какие обязанности несет? Город Чебоксары активно участвует в жизни страны. И мы входим в ассоциацию городов, здоровые города, районы и поселки. Вот недавно я приехала из командировки, рассматривали, в общем-то, разные взгляды на то, что города должны быть здоровыми, местами проживания людей, как бы ни была экологическая обстановка сложна, как не было бы много транспорта и так далее, мы должны обеспечить комфортное проживание. Поэтому, как заместители, я участвую в работе ассоциации, именно связанной и со здоровьем. А, в общем-то, Чебоксары всегда позиционируют, в общем-то, с хорошей стороны, потому что очень прекрасная программа принята. У нас есть профиль здоровья города, в соответствии с которым мы работаем. Кроме того, участвуем в евразийском сообществе. И приходится представлять город Чебоксары. Леонид Ильич не всегда успевает и как бы мне поручает посещать данные мероприятия. Ну и, конечно, мы активно работаем с предприятиями, организациями. Много Леонид Ильича ездит, много приходится им не выезжать. Рассматриваем разные вопросы. И я думаю, что скучать не придется и в шестой созыв. Последний вопрос. Вот есть что-то, что пока, может быть, не удается выполнить, может быть, не удастся в долгосрочной перспективе. Но о чем вы мечтаете для города? Ну, мечты у нас одни, чтобы как можно больше было спортивных объектов. Потому что спортсмены тоже ставят разные задачи. Потому что у нас должны быть и школы для бокса, и школы для борьбы. Таких много приходится слушать наказов. Их исполнить не так-то легко. И, конечно, у нас сейчас большая проблема – это со строительством новых школ. Потому что появляются много микрорайонов новых. И, в общем-то, это дорогостоящие проекты, у которых у города сразу денег не найдется. Ну и большая мечта – ко дню, значит, к нашим юбилейным датам, чтобы была построена вокруг Чебоксар, значит, дорога, чтобы у нас не было пробок. Кроме того, у нас есть мечта получить аквапарк. В общем-то, жители очень много пожеланий представляют. И я тоже, как человек, и думаю, что это просто необходимо, чтобы мы не ездили в другие города. Хорошие мечты, я думаю, действительно вполне осуществимы. Спасибо. И, напоминаю, мы беседовали с заместителем председателя Чебоксарского городского собрания Ириной Клементьевой. Не меньше 100 метров. На такое расстояние от больниц школ, детских садов и других соцучреждений могут перенести в столицу Чувашей точки продажи алкоголя. Этот вопрос рассмотрели в администрации Чебоксар. 20 метров от детских садов, школ, больницы, 70 метров от спортивных учреждений. Таковы сейчас в Чебоксарах минимальные расстояния от социальных объектов до точек продажи алкоголя. Администрация города предлагает ввести новый норматив – радиус 100 метров. Казалось бы, чего тут обсуждать? Мера полезная. Однако, если прибавить к нынешним минимальным расстояниям несколько десятков метров, под действие запрета попадут порядка 270 предприятий общественного питания и розничной торговли. Так что дискуссия была жаркой. Несколько лет назад норматив 100 метров уже предлагали ввести. Тогда от этой меры отказались. Мы посчитали тогда, что если 100 метров принять, то практически вся розница к тому времени будет исчезнуть из города Чебоксары. Времена изменились, а вот проблема осталась, заметил бизнес-омбудсмену, исполняющий обязанности главы городской администрации. Если бы этой проблемы не было, мы бы ее не поднимали. К сожалению, спаивание населения продолжается. Общественность с Алексеем Маклыгиным была солидарна, но полномоченный по защите прав предпринимателей привел свои доводы. Мы не против закрытия питейных заведений. Да ради бога, пусть в этих кафешках, разливайках этого не будет. Мы видим, что благодаря вот этому постановлению Чебоксарскому практически вся розница у нас умрет. Все магазины умрут. Вы это понимаете? Мы не за то, чтобы огульно там подросткам продавали. Вы нас немножко неправильно выставляете. Мы видим последствия, которые приведут к катастрофе нашей розницы Чебоксарской. И те люди, которые продают, они видят это. Вот сейчас вот СМАК выступил. У СМАКа из 12 магазинов все магазины закроются реально. Представители производителей алкогольной продукции отметили, они тоже против непонятных круглосуточных питейных заведений, где горячительные напитки наливают, не заглядывая в паспорт. Однако в нынешнем виде постановление принесет больше вреда, чем пользы. Это постановление в том виде, в котором оно было. Публикован направить это постановление. Так или иначе затронет, как частных индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою деятельность добросовестно, соблюдая все требования законодательства, все требования, которые установлены местной администрацией. Они от этого пострадают. Бюджет от этого недополучит определенную сумму. А из бюджетных средств мы потом благоустраиваем два дуга, детские сады строим и прочее. Итак, у медали в виде постановления две стороны. А раз так, то документ нужно дорабатывать, чтобы и добропорядочный бизнес не пострадал, и так называемые разливайки от соцучреждений были подальше, а лучше вообще исчезли. Принять нельзя отменить. Запятую ставить пока, видимо, рано. Молодежный парламент. За и против. Дебаты на эту тему состоялись в администрации Московского района Чебоксар. Дискутировали студенты столичных вузов. Мы выслушали разные точки зрения. Быть молодежному парламенту или не быть – этот вопрос предложили обсудить студентам столичных вузов. В качестве зрителей – ученики чебоксарских школ. В качестве экспертов – глава администрации Московского района, представители городадминистрации, блогеры, активисты, депутаты Чебоксарского городского собрания. Казалось бы, что можно сказать против молодежного парламента? Орган, который представляет права и интересы молодежи, дает ей опыт участия в жизни государства. Однако у команд нашлись аргументы. Две противоположные точки зрения еще до начала дебатов нам высказали капитаны команд. По иронии судьбы, одетые в цвета антагонисты. В современных условиях, которые стоят в Российской Федерации, нельзя говорить об эффективности молодежного парламента в связи с определенными аргументами и определенными причинами. Наша точка зрения за молодежный парламентаризм, потому что он реализован во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в Чувашской республике. Могу провести пример из истории. То же самое история застоя Брежневского периода. Как вы знаете, все чиновники, почти все, служили на своих местах пожизненно, в том числе и ЦК КПСС. Я хочу этим сказать, что молодую кровь нужно вливать в наш парламент. Первому туру дебатов дали название «Свобода слова». Молодежный парламент решает ряд важных задач, а именно, я их причислю сейчас. Выражение интересов молодых людей в различных сферах, от социальной до политической, способствует развитию города, раскрывает потенциал молодых людей в научной сфере. Их проекты могут реализовываться в нашем городе. Для граждан, для молодежи куда эффективнее будет взаимодействовать именно с молодежным правительством, где они получат определенный практический опыт организационной деятельности, нежели с молодежным парламентом, где они получают только теоретическую базу. В следующем раунде «Стенка на стенку» команды отвечали на вопросы друг друга, затем зрителей. Кто-то остался при своем мнении, кто-то, быть может, точку зрения поменял. Так или иначе, опыт дебатов лишним не будет. Особенно, если кто-то решит сделать карьеру в политике. Это опыт публичных выступлений, это профессионализм в любых вопросах. Начиная от вопросов ЖКХ и заканчивая личных каких-то моментов. Компромиссы, да? Компромиссы, да, умение искать компромиссы, умение отстаивать свою точку зрения и, соответственно, выслушивать чужую. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова